Роняющий механизм, располагающийся вот в этой части. Как это делается? Приподнимаем створку вверх, оставляем небольшой зазор. Что такое притвор по горизонту? Мансардное окно имеет три глубины посадки. Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует компания Руфер. Меня зовут Рыбаков Павел. Сегодня у нас будет вторая серия, которая будет посвящена непосредственно уже монтажу мансардного окна. В первой части мы разобрали проем, как правильно его нужно сделать, со всеми нюансами. Сейчас Дмитрий нам будет показывать и рассказывать уже непосредственно сам монтаж мансардного окна, со всеми нюансами. Если вы не посмотрели первую часть, обязательно ее посмотрите, потому что без правильного проема вы не сможете установить само мансардное окно. Добрый день! Всех я приветствую! Первую часть мы с вами провели. Мы с вами подготовили монтажный проем под монтаж мансардного окна, раскрыли кровельное покрытие. Соответственно, что будет у нас сейчас во второй части? Мы будем монтировать непосредственно само окно, изоляционный оклад, ЕСВ, предназначенный для плоских кровель, с использованием комплекта ХДК, гидропароизоляции. Дорогие друзья, перед нами находится мансардное окно. Оно уже у нас было смонтировано, поэтому я на словах объясню, как что приходит с завода и что содержится в упаковке. Первое. Вот такая вот планка. Это накладка вентиляционного клапана. Накладка накладывается на верхнюю часть окна. В связи с тем, что она выпирает, сразу она на заводе не устанавливается. Данная накладка вентиляционного клапана монтируется в процессе сборки изоляционного оклада. Поэтому распаковываем окно, откладываем данную планку в сторону. Также в комплекте с мансардным окном идет крепеж. Идет карандаш. Идет крепеж. Саморезы для крепления насадок темного цвета. Оцинкованные саморезы для монтажа самого оконного блока. И также гвозди для крепления клеймеров. Идут 4 монтажных уголка. На данный размер поставляется 4. Все последующие размеры идут по 6 штук. Также идет вот такой пластиковый клин. Для чего он нужен, мы сейчас посмотрим в процессе монтажа. Теперь, для того, чтобы нам смонтировать оконный блок, необходимо снять створку. Для того, чтобы снять нам створку, когда мы развернули ее на 180 градусов, нам нужно отщелкнуть предохраняющий механизм, располагающийся вот в этой части. Как это делается? Простым нажатием мы его отщелкнули. То же самое мы делаем с верхней петлей. Перед началом монтажа оконного блока, и перед тем, как будем крепить на нее монтажные углы, сняв створку, снимаем нижний элемент накладки. И откладываем до монтажа изоляционного оклада. Хотелось бы также сказать, что в комплекте с мансардным окном идет инструкция в картинках. Мансардное окно имеет три глубины посадки. G, V и N. Только в этом случае разворачиваем угол в обратную сторону. А что обозначают данные буквы? Данные буквы обозначают глубину посадки. На российский рынок оклады изоляционные поставляются с глубиной посадки V и N. G – это европейская глубина посадки. Почему? Потому что у них нет таких снегов, как у нас. Соответственно, у нас две глубины посадки. В наших условиях, какой у нас имеется оклад ESV, нам нужна глубина посадки V. И мы будем монтировать окно на эту глубину посадки. Все стандартные оклады имеют глубину посадки V. Монтажный уголок устанавливается от края на 8-10 см. Для чего это делается? Для того, чтобы не попасть саморезом и не нарушить качество склейки. В верхней части, если мы ставим монтажный угол, соблюдаем такое же правило – 8-10 см. удаляться дальше нельзя. Почему? Потому что внутри идет лабиринтнообразный вентиляционный клапан. Чтобы не попасть саморезом в соответственно вентиляционный клапан. Прошу вас не обращать внимания на отверстие от предыдущих саморезов, поскольку это окно экспозиционное и устанавливается не первый раз. Имеющие также свою маркировку – экспо. Еще раз хотелось бы напомнить, что саморезы, которые используются при монтаже окульных блоков, идут с насадкой под торокс. Монтажный уголок крепится на три самореза. Раз, два, три. Здесь имеется обозначение 2 см. Для чего это нужно? Окно 118 мы набросили на низ и наверх по 2 см. Центруем его изнутри помещения по стропинной части и подкладываем в нижнюю часть по центру окна. Друзья, теперь мы берем с вами строительный уровень. Устанавливать его нужно в нижнюю часть оконного короба и, соответственно, регулируем низ по горизонту. Регулировку можно осуществлять двумя способами в зависимости от ширины проема. Конечно, идеально, когда проем у вас имеет на 4-5 см размер больше, чем оконный блок. В нашем случае проем имеет по 1 см с каждой стороны. То есть всего 2 см размера окна. Здесь особо мы не сможем разогнаться, меняя его в плоскости левее или правее. Потому что велика вероятность, что в какой-то части мы можем упереться. Поэтому мы еще раз изнутри проверяем, что она у нас отцентрована по стропильной части. Имеет идентичный зазор от стропильной, который необходим для утепления. И будем менять горизонт другим способом. Вот должен остаться у нас минимальный зазор, чтобы мы сюда могли заложить утеплитель. Поэтому в нашем случае менять плоскость левее или правее, это вариант не для нас. Мы с одной стороны можем упереться в стропильную систему и тем самым не доложить утеплитель. Поэтому мы сделаем другой способ. Сейчас у нас не по горизонту. Что мы делаем? Мы берем клинышек и подкладываем под монтажный угол. Все. Теперь окно у нас выставлено по горизонту. Прикручиваем пока по одному саморезу. И проверяем еще раз уровень по горизонту. Все. Гуд. Уровень у нас не ушел. Теперь, после того, как мы закрепили короб на два самореза, мы должны надеть створ на короб и проверить притворы. Что требует от нас инструкции. Вытаскиваем створку, кладем металлические накладки. Таким образом, чтобы вот эти полозья вышли у нас вовнутрь. Заводим их непосредственно в петлю. Зашли. Теперь разворачиваем створку на 180 градусов. И слышим щелчок. Открываем обратно. Проверяем. С левой стороны отщелкнулась. С правой тоже. Створка зафиксирована. Мы с вами должны проверить, установив створку, притвор. О чем я говорил. Открываем ручку. Приподнимаем створку вверх. Оставляем небольшой зазор. Что такое притвор по горизонту. Это расстояние между коробом и створкой. Смотрим расстояние справа и с левой стороны. Оно должно быть абсолютно идентичным. И не иметь никакого перекоса. В данном случае притвор у нас оптимальный. Закрываем обратно створку. Смотрим. Притвор слева. И притвор справа. Здесь у нас тоже все в порядке. Все идентично. Для чего мы это делаем? Чтобы у нас нигде не было перекоса. Чтобы створка не была нигде уперта в короб. Допустим, в верхней части будет туже. А в нижней части будет шире. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы фарнитура окна в процессе эксплуатации функционировала правильным образом. Без лишних трений. И, соответственно, для того, чтобы все контура уплотнения, которые имеются в оконном блоке, прижимались на свои места. Мы проверили с вами притворы. Для того, чтобы они не сместились, зафиксируем на один саморез. Закручиваем один саморез в уголок. Мы зафиксировали на один саморез. После этого проверяем еще раз притворы. Притворы в порядке. Для того, чтобы мы продолжали работать далее изнутри помещения, нам будет очень удобно снять створку. Соответственно, снимаем обратно створку и продолжаем все поэтапные работы, связанные с монтажом окна. После того, когда мы с вами сняли створку, нам необходимо закрепить каждый монтажный угол уже основательно. Так же, как и мы крепили коробк, крепим по три самореза. Продолжение следует... Продолжение следует...